Можно сделать здесь такие фотографии, что никто даже не поймет, что вы в Питере. Идешь оттуда, потом памятник Петру, потом от памятника Петра еще столько идешь. И доходишь до фонтана. Сюда отходят кораблики, билет, тысячу рублей. Из этих ворот они открывались. И все 300 лошадей, как 300 спартанцев, выезжали, не знаю куда, в Питер, во дворец там. Если вы купили билет, вошли внутрь, выйти уже нельзя. Ну то есть если ты вышел, то плати потом заново. Ресторанчики небольшие. Вот такая архитектура здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Зимний дворец. Основной императорский дворец России, расположенный на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Построен российским архитектором итальянского происхождения Бартоломео Франческо Растрелли. Между 1754 и 1762 годами. Пышная елизаветинская барокко с элементами французского рококо. Продолжаем тему петербургских дворцов. В прошлом ролике мы посетили Павловский дворец и Михайловский. А сегодня продолжаем нашу дворцовую экскурсию и знакомимся с Зимним и Петергофом. Что сегодня будет? История, статистика, сколько комнат, фонтанов и так далее. И конечно коты. Без них никуда. Берите чашку чая, кладите на коленочки своего котика. Мы отправляемся в наше историческое приключение. Почему вообще дворец Зимний? Летом монархи предпочитали уезжать за город, стрелять куропатку, жарить барбекюшку. У каждого для этого была своя великолепная резиденция и более того не одна. Петергоф, Царское село, Павловск, да даже Гатчино. Все они имели роскошные парки, в них устраивались многочисленные развлечения. А вот зимой в минус 20. Гораздо лучше в городе, возле камина, среди картины и гобелен на мягкой кушетке пить какао с маршмелками. Зимний был выбран в качестве дома в холодное время года. Внутри дворца насчитывалось более 400 печей для обогрева. Зимний начали строить в 1762 году. Потом постоянно что-то достраивалось и перестраивалось около 150 лет. Здесь проживало около 2000 человек. Эдакий город в здании. А когда в зимнем проживала царская особа, людей было еще больше. Как минимум на одного человека. Она на тебя похожа, на меня похожа. Тронный зал, малый тронный зал, бриллиантовая комната. Зал Петра Великого, галерея 1812 года, комната Рафаэля, не надали. А всего 1084 комнаты. И каждое произведение искусства. В некоторые, чтобы войти, раньше необходимо было надеть или военную форму, или фраг. Смарт-кэжуал не подходил. У каждого из супругов царской семьи были свои специальные комнаты. Дворец служил местом проживания детей монарха, а позже будущих женихов и невест этих детей. Ну а после вступления в брак, будьте добры, переселяйтесь в собственные резиденции. Ряд комнат передавались в личные апартаменты для пребывания высокопоставленных гостей. Во дворце также проживал придворный персонал. А для фрейлин отводилось до трех комнат. Зимний – это символ Санкт-Петербурга. Центральное место среди архитектурных исторических богатств города. Величество дворца дополняют Дворцовая площадь, Дворцовая набережная, Дворцовый мост. От Зимнего начинает свой путь главная улица города – Невский проспект, который ведет в сердце Санкт-Петербурга. Именно от Зимнего дворца можно начинать любую прогулку по городским достопримечательствам. Дворцы, архитектура, каналы, Невский. Все эти выпуски вы можете посмотреть по ссылочкам в описании. Эрмитажные коты – это неофициальные символы музея. Их история началась еще до постройки основных зданий Эрмитажа. Сюда в 1745-м привезли кошек из Казани. Цель одна – борьба с нашествием мышей и крыс. И вы знаете что? Кошки успешно охраняли казенные апартаменты от вредителей. К сожалению, во время блокады Ленинграда многие из Эрмитажных кошек погибли. Но затем около 5000 пушистых были доставлены в Эрмитаж из Сибири. Такие суровые охотничьи коты – сибиряки. Сибиряки – сибиряки. 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 Продолжение следует... А теперь предлагаю вам отправиться в мой самый любимый дворец, который я посещаю каждый год уже на протяжении нескольких лет. Петергоф. Помимо меня в прошлом году его посетило около 5 миллионов человек. Для сравнения, Эйфелеву башню в Париже ежегодно посещает 6 миллионов. Поэтому имейте в виду, что уединиться здесь это дело нелегкое. Особенно в хорошие теплые дни. За место под солнцем и чтобы позади был фонтан, часто почти буквально приходится биться. Игорь, а вы где? Мы тут раз стояли в очереди? Да. Да, мы стояли в очереди. Еще такая была тоже очередь? Нет. Меньше. Я просто обязан вам сказать про билеты, потому что у многих вопросы. Да, Петергоф это место платное. Это не как вы в парк пришли и пошли там гулять себе, да? Петергоф сколько стоит? На взрослого человека 600 рублей. То есть вот у нас сейчас, у нас группа 6 человек, 2 ребенка, 4 взрослых, причем 2 пенсионера. Они что сказали? Никаких льгот, ничего, всем по 600 рублей. А пенсионерам, значит, у них есть, причем бабушке 86 лет. У меня бабушка, она здесь в Питере, последний раз была 30 лет назад. Говорит, хочу под старость лет в Питер, ну понятно почему. И мы вот поехали, собственно говоря. Взяли ее показать, показать ей, что здесь изменилось. Она помнит многое, что было здесь 30 лет назад. Были в нескольких местах. И она рассказывает, как было до и как сейчас. К примеру, на Невском Пассаж, тот же самый магазин, который был раньше старый. Она говорит, все было потрепано старое. И там весь этот магазин, говорит, был такой ужасный. А сейчас все реставрировано, красиво. Ей, конечно, нравится. То есть она видит, как изменился, как поменялся город с того времени. Так вот, ей сказали, что плати по полной. Бабуля говорит, ну-ка, денежку на стол. У нее там есть ее эти льготные... Короче, я не знаю, как это называется. В общем, у нее все есть. Но здесь, значит, второй четверг каждого месяца для ветеранов бесплатно. Ой, ветераны эти, пенсионеры. Ребята, по льготам уточняйте, если вы хотите приехать. У нас тут никаких льгот. Мы по полной программе. Всей пачкой. В общем, на нас 2400. Дети до 14 идут бесплатно. Еще один момент. Сказали, если вы войдете внутрь, если вы купили билет, вошли внутрь, выйти уже нельзя. Ну, то есть, если ты вышел, то плати потом заново. Да, обратно будет вход платный. А, то есть выйти, а потом опять нужно платить? Да, поэтому, если, допустим, подумать, если вы пойдете сюда, вы с Андреем, там тоже есть выход в город, поэтому подумайте. А у меня тут и дети, и все. Я не знаю, что там внутри за столовки, кафе. Я не помню. Я был вот как бы год назад, но сейчас, на данный момент, я не помню, что там есть из еды. И мы решили сразу же, значит, перекусить. Ну, как перекусить? Плотно поесть, потому что обед. Сразу до входа есть, значит, кафе по цене ресторанов. Вот так будет, правильно сказать. Очереди большие. Вы сами видите. Приходится везде стоять. Вот, но мы чуть-чуть ушли. И, значит, поели в городе. А город, вот, кстати, о городе немногие знают. Петергоф это дворец, но Петергоф это еще и город. Здесь под 100 тысяч населения. То есть помимо Петергофа здесь обязательно императорские конюшни. Можете посмотреть, они в таком полузаброшенном виде. Здесь же Константиновский дворец, чуть дальше. Ну, туда, как мне сказали, только в составе групп. Здесь сам Петергоф красивый, поэтому вы можете проехаться по нему. Очень прикольно. Петергоф. Ответочка Петра I французскому королю Ледовику XIV на Версаль. К моему стыду я в Версале не был, поэтому сравнительный анализ вам предложить не могу. Но зато был во многих других дворцах. Шон Брун, Бельведер, Оба в Вене, Пласи Ореаль, Костелла Сфорцеско в Милане, Новый дворец в Потсдаме, Бакингем Пелос, Виндзер Касл и многих других дворцах и замках Европы и Азии. Из недавних выпусков рекомендую посмотреть про Сеул в Корее, где я как раз посещал местные дворцы. Так вот, наш Петергоф по эмоциям и впечатлениям не уступает ни одному из них. Еще раз, эмоции и впечатления. А это самое главное. Фоточки в Инсту, это уже на втором месте. Что отражает Петергоф? Прежде всего, это часть общего широкого стремления Петра I модернизировать и вестернизировать Россию путем внедрения западных образцов и культурных норм. Петергоф. Ребята, сколько времени надо, чтобы его посмотреть? Вот весь день. Реально. Особенно, если вы еще остаетесь в Питере, потому что из города ехать сюда час. Пока вы отстоите все очереди, зайдете. Вот это все вы сделали? Доехали, отстояли очередь, купили билет. Опять зашли сюда, вы уже проголодались, захотели кушать, пошли покушали, вернулись. И вот к обеду, если вы выехали с утра, уже можете спокойно, классно гулять. Сам парк, сама территория вот этого всего дворцового комплекса. Ну, я вот вам покажу, но конца края здесь не видно. Вот я пришел оттуда. Вот это я пришел, прошел. Там, значит, идешь оттуда, потом памятник Петру, потом от памятника Петра еще столько идешь и доходишь до фонтанов. Потом от фонтанов в другую сторону. Еще можно идти столько же, по столько же. Давайте перенесемся на несколько столетий назад. Изначально Петергоф – это скромное здание царского дворца, стиль Петровская барокко. И назывался тот дворец Верхней Палаты. Дворец по наследству переходит дочери Петра Елизавете Петровне. И тут уже ее любимый архитектор Растрелли удовлетворяет всей ее прихоти. Размах, пространство, украшательство. Достраивается еще один этаж. К крыльям пристраиваются еще одни крылья. По бокам появляются храмы. Базолота, шик, блеск, зеркала, итальянская живопись. Все, да куда там. Хрустальные люстры, позолоченная лепнина, мрамор, фрески. Здесь есть китайские кабинеты с фарфором и лакированными изделиями. Бальный зал, созданный по образцу зеркального зала Версальского дворца. Еще мы находимся на Финском заливе. Еще если классная погода, даже если не классная погода, вы, пожалуйста, на залив. Фотографии. У воды. А отсюда отходят кораблики, билет 1000 рублей на человека еще. Вот значит я 600 отдал. После этого заходишь внутрь, можешь еще во дворец пойти. Но я не стал брать билеты во дворец, потому что я просто не хотел еще раз стоять в очереди. Потому что вы уже видели. Одна очередь, потом еще вторая очередь. И потом, значит, корабель. И на корабели можно отправиться отсюда еще. То есть вы спокойно здесь можете с утра до закрытия, до ночи проводить здесь столько времени, сколько вам хочется, и вам будет что делать. Петергоф – это дворцовый комплекс. Это значит, что постройка здесь не одна. Если у вас не случился исторический, архитектурно-культурный передоз, то энергичной походкой двигаем дальше. Или просто можно оседлать гольф-кар. Они здесь выполняют функцию местных маршруток. Куда едем? Вниз к Финскому заливу. Да, не забываем, что мы на побережье. И что отличает этот парк от многих других, что здесь есть выход к воде. От этой точки до столицы Финляндии по морю около 300 километров. Раньше, во времена Петра Первого, когда не было моторных лодок, чтобы преодолеть этот путь на корабле, требовалось от 3 до 7 дней в зависимости от погоды. Типа корабля, навыков мореходов. Монплезир. С французского «Моя прелесть». Нет, это не цитата «Голома» из «Властелина колец», это еще один дворец. Дизайн которого был разработан на основе собственных эскизов Петра Первого. Если вы посетите это место, то сразу поймете, для чего оно предназначалось. Конечно, для отдыха в летнее время у воды. И возле него потрясающий сад со скульптурами и цветами. Когда гуляешь по саду, хочется заглянуть в окно и посмотреть, что внутри. А внутри картины и скульптуры, созданные мастерами того времени. Залы с уникальными потолками, росписями и изысканной мебелью. Все это рассказывает нам историю этого места и российской императорской семьи. Дворец был переделан в стиле рококо Елизаветы Петровной. А в принципе все переделывалось Елизаветой Петровной. Те же сады первоначально были оформлены в формальном стиле. С использованием геометрических форм и стандартных аллей. Елизавета же реформирует регулярный ландшафтный дизайн. И уже полюбившийся нам Бартоломео Растрелли вносит в оформление значительные изменения. Ну и конечно фонтаны, водные каскады, террасы и павильоны. Первоначально ушло почти полвека, чтобы создать всю эту уникальную фонтанную систему. Был разработан уникальный метод обеспечения постоянного тока воды без использования насоса. Технология включала в себя специальную плотину, систему шлюзов и 24-километровый канал, который подавал воду каскаду. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас иду вдоль императорских конюшен. Посмотрите, здание на самом деле просто нереальное, монументальное и оно в готическом стиле. То есть если вы любите фотографию, можно сделать здесь такие фотографии, что никто даже не поймет, что вы в Питере. Почему? Ну точнее не в Питере, а в Петергофе, да, рядом с Питером. Ну что про это место никто не знает. Вот эти конюшни, они заброшены. Плюс кто сюда приезжает в Питергоф, я даже у своих спрашивал, я говорю, вы знаете вот это здание? Они говорят, нет, не знаю, первый раз слышим. Это бесплатно. Это 5 минут от главного входа в Питергоф. Пройдите, посмотрите. Очень такое монументальное здание. На мой взгляд, такой архитектурный шедевр. Посмотрите, просто какой-то фантастик. Вот отсюда готическая церковь прям, понимаете? Просто готика, вот эти дымчатые своды. Сверху у вас герб, бомба. О, вот я как раз нашел вывеску. Я думал, почему они, значит, заброшены по сути. Понимаете? Оказывается, ансамбль конюшни дворцовые 1848-1855. Значит, сейчас находится под управлением бла-бла-бла. Значит, и что? В настоящее время разрабатывается концепция приспособления для современного использования с учетом исторического предназначения комплекса дворцовых конюшен в Питергофе. Представляете, вот отсюда, из этих ворот, они открывались. И все 300 лошадей, как 300 спартанцев, выезжали, не знаю куда, в Питер, во дворец, там, в Москву, куда, в Великий Новгород. И ворота металлические, скрипя, вот так. Так даже не было вот этой ВДшки. Все это так по-царски, согласитесь. А сейчас здесь тишина, щебечут птички, и в углу, там, в миске, насыплен кошачий корм. Интересно, что в 1897 году король Сиама, ныне Таиланда, посещал Петергоф. Это была поездка для укрепления дипломатических отношений между двумя странами. Тогда, во время своего визита в Петергоф, король Чулаланкорн встречался с российским императором Николаем II. Он принимал участие в различных официальных мероприятиях, обедах и балах. Кстати, если вы хотите посетить Таиланд, у меня есть целая серия выпусков из Бангкока и Пхукета, где вы сможете познакомиться с достопримечательностями, гостиницами и островами Таиланда. И даже посмотреть выпуск про историю развития муай-тай. Ну и чтобы вы имели представление о самом Петергофе, вот я сейчас вышел на главную улицу между дворцом и тайнушнями. У вас находится кафе, ресторанчики небольшие. Вот такая архитектура. Здесь приведено все в порядок. Очень прикольно. Погуляйте. Ну, если вам такое нравится, конечно, погуляйте, посмотрите. И здесь же есть и ряд отелей. Если вы не хотите оставаться в Питере, а хотите там более спокойного места, я здесь оставался уже раньше. Я снимаю на самом деле не людей. Они мне не очень-то нужны. А вот гостиница, вот это как раз место, которое фул рекомендацион. Отличная гостиница в Петергофе. Прямо через дорогу, считай, от дворцового комплекса. Здесь ресторан. Ну, это здесь такой, как бы, хороший уровень. Это хороший уровень гостижки. Новый Петергоф называется. Я линки на бронирование всех этих гостиниц оставлю. Друзья, на этом выпуск подошел к концу. Благодарю за просмотр. Смотрите также и первую часть про дворцы Санкт-Петербурга. Не забывайте, что у меня есть и второй канал с Maps Education, где я рассказываю про зарубежное образование. И в целом, если вам интересны путешествия, изучение языков или учеба в других странах, рекомендую подписаться на каналы. Также заходите к нам в Яндекс.Дзен, ВК, Инстаграм. Мы есть везде. И будем рады видеть вас в числе наших подписчиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok